Сегодня 100 лет пионерии. 19 мая 1922 года на второй всероссийской конференции Комсомола было принято решение создать одно из самых массовых движений подростков, пионерские дружины и отряды. Несмотря что прошел уже целый век с момента создания организации, День пионерии продолжают отмечать и сегодня. До сих пор ряды пионеров пополняют бывшие октябряты. Свои пионерские годы вспомнила и Фатима Даурова. Далекий 22-й год. Это было самое начало, когда в юной советской стране впервые зазвучало «Взвейтесь кострами синей ночи! Мы, пионеры, дети рабочих! Близится эра светлых годов! Клич пионера – всегда будь готов!» Пионерская дружина выстроена в ряд. Знаменосцы торжественно вносят красное знамя организации. Линейку, посвященную 100-летию Всесоюзной пионерской организации, открывает первый секретарь Зеленчукского райкома КПРФ Роза Чучаева. Она рассказала будущим пионерам, как зарождалось всесоюзное движение, историю возникновения алого галстука, главного символа пионерии, и поведала о подвигах юноармейцев в годы Великой Отечественной войны. Всегда готов оказался вовсе не пафосными пустыми словами. Когда на родину навалилась беда, они вправду оказались готовыми ко всему. Навеки золотыми буквами вписаны в летопись Великой Отечественной войны имена героев, пионеров, героев Советского Союза – Зины Портновой, Лёни Голикова, Вали Котик, Марата Козей. Ход линейки разбавила приятная миссия – награждение памятными медалями КПРФ во знаменование 100-летия СССР, благодарственными письмами парламента России и Карачаева-Черкесии за большой вклад в дело патриотического воспитания представителей школьных коллективов и отдела образования района. Среди них и Людмила Калиниченко, которая более 50 лет в статусе старшей пионервожатой, принимает октябрят пионеры. Мы не прекращали действовать. И я рада, как бы нас не штормило и что бы ни было. Вот всё, я рада, что моё дело не пропало. Пионерия продолжается и будет продолжаться, потому что всё в стране прекрасное называется красное. Вот красные галстучки. Я вообще не представляю другого галстучка у пионеров. Для октября Дзеленчукского района принятие в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина – особое событие. К нему готовились тщательно, подтянули успеваемость, выучили клятвы пионера и уже чётко осознают, каким он должен быть. Всем помогать и служить России. И быть ответственным. Я готов носить галстук каждый день. Очень рад, вдохновляет. Я хочу стать пионером. А что для тебя значит красный галстук? Красный галстук – это символ СССР. Очень рад, что я буду носить галстук. Что для тебя значит стать пионером? Честь. Для меня это честь стать пионером. И вот апогей праздника – торжественное завязывание красных галстуков в знак вступления в самую массовую авторитетную детскую организацию в мире. 330 октябрят разом стали пионерами. Пионер готов? Пионер готов. Всегда готов. Всегда. Вот правильно. А как вы вспоминаете свои пионерские прошла? Вспоминаю, да. Я, кстати говоря, вступал в пионеры, когда жил на Украине сейчас, как у нас в стране нет. Это было торжественно, приятно. Наши все дети многих национальностей тогда выходили специально, и наши старшие товарищи также вот так нам повязывали галстук. Это было настолько приятно, мы не хотели его снимать, потому что считали это частью нашего знамени, знамени Победы. Да такой был уровень патриотизма. В этом году 13 учащихся школ Зеленчукского района будут представлять нашу республику на торжественном построении пионерской организации в сердце нашей Родины, на Красной площади в Москве. Фатима Даурова, Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.